Здравствуйте! Сегодня в программе «Люди» у нас Маргарита Исичкарь. Это человек, который на самом деле подзаряжает энергией очень многих людей, и в том числе меня. Когда я смотрю в социальных сетях все события, которые проходят с Маргаритой, на которых она бывает, как она там себя ведет, как она подзаряжает своей энергией даже мега мероприятия. Я заряжаюсь от этого тоже. Маргарита, где ты черпаешь эту энергию? Ну, во-первых, спасибо тебе за такое представление. Но, ты знаешь, вот мы же все учились в школе, и есть закон энергии. Вот сколько ты энергии выдаешь, столько ты получишь. И чем больше ты выдаешь, тем больше к тебе приходят. Главное делиться с людьми. И этот закон работает. Вот почему-то люди, которые бедны на вот такое общение, им, как правило, в жизни мало радости приходят. Поэтому вопрос очень простой. Больше отдаешь, больше приходит. Ну, все равно побудительным мотивам для генерации этой энергии должны быть какие-то эмоции. Многие люди здоровые там физически, но они не испытывают этого. Вроде по ней там и бегают, и прыгают, но вот где вот эмоционально вот этот побудительный мотив для начала, для того, чтобы начать отдавать. Ты знаешь, я вчера ходила в такой футболке, на ней написано «все, что я делаю, я делаю с любовью». Вот главное, основное — это любить людей и делать это все от души, от сердца. Всегда, когда ты что-то делаешь, я, например, всегда задаю вопрос. Делая это, я делаю кого-то лучше? Я помогаю людям в этом случае, да? И я не приношу жертв, я против жертвы. Правда, не нужно этого делать, потому что жертвоприношение мне не очень нравится, когда люди наступают себе на горло, да, там, и делают что-то в ущерб своему здоровью, там, да, вот какие-то такие вещи. И есть жертвы в отношении борьбы с нашими недостатками, но это не жертвы, это самоочищение. Здесь это все имеет позитивное направление. Но вот я не люблю, когда фразы говорят, особенно это свойственно родителям, которые всю жизнь там казались им, что они уделяли детям внимание. Дети вырастают и перестают уделять внимание этим родителям, и тут начинаются взаимные претензии. Я пожертвовала своей личной жизнью, чтобы дать тебе образование, да, идёт такие выкладка претензий, да, вот. А теперь ты мне заплати, пожалуйста, да, там, вот. Теперь потрать своим... Вот я против таких правил игры, потому что никто, ребёнок никогда не просит родителя, чтобы он чем-то жертвовал. Единственное вопрос, в чём ребёнок, чтобы его любили. Любовь — это основа всего. Если родители создадут условия, и даже не создадут, они будут просто любить своего ребёнка, вот такой, какой он ест, с его там недостатками, с его там ещё, ну, там, и не видеть в нём ресурс для своей бездетной старости, безбедной, да, там, или что-то, или своих нереализованных каких-то фантазий, и они взваливают этот вазочек на ребёнка маленького, да, который должен почему-то вдруг стать великим футболистом, хотя у него вообще это в планах не стоит, и вообще он не футболист, понимаешь? Ну, потому что мама очень хотела выйти замуж, может, за футболиста, ещё что-то, я просто тема футбола, вот, ну, и многое-многое другое. Я просто когда вижу... Почему я про футбол вспомнила? Потому что у меня сын занимается футболом, иногда, приходя на тренировку, я слышу, о чём говорят мамочки. Мамочки насмотрелись фильмов про то, как, ну, не все, конечно, а большинство, которые видят, как живут шикарно футболисты, и они надеются, что сын тоже пробьётся, и вот создаст этот благой мир из машин, квартир, домов. Это путь в никуда. На самом деле, я вот тебя вот широко вот увидел и познал с другой стороны, когда первый раз побывал на твоих благотворительных мероприятиях, и твои благотворительные мероприятия — это просто как ориентир не просто национального, а мирового уровня, я скажу так. Имел даже честь тебе в одном помогать, и вот увидел твой подход. Для чего вообще современному обществу благотворительность, и что она даёт именно тебе? Ты знаешь, благотворительность — это вообще составляющая общества. У меня есть такая формула, там, восемь сфер жизни, которые присутствуют у каждого человека, и благотворительность там есть. Понятно, та десятина, о которой мы все слышим, но это не та десятина, которую надо отнести в церковь, это десятина, которую ты должен отдать даром, то есть безвозмездно, от чистого сердца. А куда ты это отдашь? Отнесёшь это в церковь, отдашь там на паперти, либо ты просто поможешь пожилому человеку, который живёт у тебя на лестничной клетке, или ты пойдёшь и сделаешь детскую площадку за свои средства для того, чтобы дети твои и дети во дворе могли получать удовольствие от времяпровождения на улице. То есть как бы это и есть благое. То, что ты отдаёшь, это не бизнес. Ты отдал, но ты получил эмоциональную дивиденды, да, то есть ты получил вот эту вот обратную связь. Благотворительность — это самое то поле, в котором никаких резких движений делать нельзя. Можно очень сильно напугать людей, либо отпугнуть своим там каким-то напором. Поэтому я степ бай степ. Я работаю, я выступаю на форумах, рассказываю. Я индивидуально общаюсь с первыми лицами бизнеса и владельцами бизнеса, вовлекая их в этот проект посредством социального партнёрства. То есть есть такое понятие, как социальное партнёрство. Это один из разновидностей корпоративной социальной ответственности. Когда компания, например, она хочет свой ресурс какой-то, вот эту десятину, пустить на какую-то программу, ну, чтобы она в ней участвовала. Не просто отдал и забыл. Я против такой благотворительности. Я считаю, благотворительность должна быть совместной. Люди должны быть, ну, как бы, должна быть такая синергия, да, вот хорошее слово. И вот социальное партнёрство — это вот эта синергия, когда есть социальный проект очень интересный, и есть компания, которая хочет в этом проекте поучаствовать. Даже просто получив эмоциональный эффект, потому что они будут видеть, как их деньги работают во благо. Деток, лошадей. Второе, они, когда центр построится, будут этим тоже пользоваться. Они будут проводить там корпоративы, приводить своих детей, они будут гордиться этим в хорошем смысле, да, сказать, мы сопричастны. Они оставят след в истории, потому что компании существуют недолго, но компания останется навечно именно в летописи этого центра. Я создала ежедневник. Каждый из нас, ну, кто-то ведёт электронный, я люблю, я тактильная, я люблю всё трогать ручками, я люблю писать ручкой, я люблю записывать, вычёркивать. Для меня это важно. Многие пользуются электронными, и, кстати, могу сказать, мы сейчас тоже разрабатываем такой ежедневник электронный. Просто закачивается электронная версия, вы его заполняете в электронном виде. Это для любителей там всевозможных гаджетов. Я люблю вот такой вот. И самое интересное, что здесь оформление, это не просто фотографии, это наши дети, которые проходят реабилитацию. И лошади, это наши лошади-ипотерапевты. Вот. Это мальчик, посмотрите, счастливые лица детей, которые... Вот, такая напуганная, видишь? Вот такой класс. А вот, смотри, какая чудо. В жизни не скажешь, что ребёнок ДЦП. Эмоции, которые ребёнок испытывает на лошади, это сродни счастью. Вот смотри. Это всё элементы ипотерапии. Без седла, в полном контакте с лошадью. Лёжа, сидя, меняя направление. И ребёнок с каждым разом его к лошади тянет, и лошадь работает как природный экстрасенс. Вот такой вот ежедневник. Мы его не продаём. Мы его дарим за благотворительный взнос. И это вот как раз есть популяризация благотворительности. Мы всё равно привыкли что-то ставить себе на память. Не просто отдал деньги, и у тебя даже там корешка нет, ну и корешок потеряется. А ежедневник нет. И ты будешь говорить, я 200 гривен передал этому фонду и получил в подарок этот ежедневник. Хороший обмен. При этом вот здесь есть описание цента. Здесь обращение моё к тем людям, которые владеют этим ежедневником. Здесь есть реквизиты. Если кто-то хочет ещё больше нам помочь, он может всегда связаться с нами. Ну и самое гордое, ну то, чем я сейчас просто... Это вот эта игра. Игра фантазия. Дело в том, что наши дети, они перестали играть, они играют только на электронном носителе. И вот эта игра проверена на моей семье. Моя пятилетняя Василиса играет в эту игру, мой 11-летний сын играет в игру, и моя мама играет в эту игру. Маме за 45. Убийца айпадов и андроидов. Да, кричишь, дети играем в камелию, дети с воплями бегут. В чём класс этой игры? Расскажу. Здесь всё непросто, да? Во-первых, здесь социально и социально. Игра, которая имеет 84 карты, это 28 украинских художников. То есть вот эта вот каждая картинка, это какой-то художник, не какой-то. А вот в этом каталоге, в этом каталоге описаны полностью художники их работы. Это настоящий каталог. Ты как человек из искусства прекрасно понимаешь, да? Любой художник мечтает издать свой каталог, но не всегда есть средства. Здесь вначале обращение, для чего создана игра, как в игру играть, правила очень простые. Здесь всё ассоциации. Игра международная. В эту игру могут играть люди, говорящие на разных языках, потому что изображение – это интернациональный язык. Но самое интересное, перед началом игры мы берём лошадки и кисточки, раскрашиваем. Это творчество. То есть ты рисуешь свою лошадку, ребёнок – свою лошадку, они высыхают, дальше мы играем. Но если ребёнку меньше пяти лет, и тут тоже для него есть раскраска. Ребёночек маленький, три-четыре годика, сидит и раскрашивает свою лошадку. Поле нашей игры – это наш центр, потому что вот так. Отсюда мы стартуем. У нас есть своё озеро. Кстати, озеро с пляжем для лошадей. Это всё будет в нашем центре. Это 29-й километр по Житомирской трассе. Пять гектаров земли. Нам выделило государство. Причём, ну, я могу только сказать, что самым важным признаком, что это настоящее дело для людей, когда у тебя практически нет никаких препятствий. Тебе помогают чиновники. Хотя нам все говорят, боже, это страшные люди. Да у меня это милые, прекрасные люди, которым я пришла, рассказала. Я пришла к губернатору, меня поддержал губернатор. Я пришла в районы, и мне в районах помогают. Причём, все с удовольствием. Но самое интересное, что они все ходят с такими ежедневниками. Они сами гордятся тем, что в их районе будет построен этот центр. Ну, как вот… И здесь, знаешь, пробуждаются лучшие качества человека. Даже отъявленный негодяй хочет всегда быть хорошим. Вот. Если у тебя какие-то… Это подарок, кстати, тебе за благотворительный снос. Ать! И подарок на Новый год. Это потрясающе. И вот сейчас я вам хочу сказать, что именно к этому я всех призываю, что всегда в конце года стоит вопрос, что подарить? Друзьям, партнёрам. Вот, альтернатива. И сейчас в мире вообще это очень распространено, когда компания, корпоративный такой дух компании, когда они дарят подарки, которые обязательно несут социальную составляющую, да, когда они помогают кому-то. Вот в данном случае именно игра изначально была задумана, чтобы в конце года, накануне года лошади, вот такой подарок получили многие-многие люди и поучаствовали в таком прекрасном проекте. Знаешь, есть у меня такое полное убеждение, вот в самом начале я тебе сказала, что у меня есть одно представление о нас, людях. Вот если вот так вот представить себе картину планета наша, по ней ходят люди. И вот те люди, которые по пирамиде Маслоу переходят рубеж в зависимости от материального, приходят к духовному, да, к своему саморазвитию, да, реализации в своих, в каких-то предназначениях, у них открывается портал, у буддистов, это говорится, открытие третьего глаза, да, когда, ну, медитацию мы с тобой точно проходили, да, и мы знаем, пульсация, которая происходит в этой части, это признак подключения медитационного, да, и вот у меня, после того, как я на себе ощутила, что такое настоящее вхождение в медитацию, пульсация чешется, печет, вернее, печет, чешется пульсация. И вот когда я представила себе, что вот именно в эту точку входит такой канал, у тебя прямая связь с космосом, все, все, что ты себе, потому что ты готов, ты правильный загадываешь желание, и поэтому они исполняются. Люди низменных энергий подключаются к другим низменным каналам, и они получают то, что они хотят, но в другой, у стороны две медали, это все зеркалка, есть высшие энергии, есть низшие энергии, и там, и там есть подключение, только, но ты можешь выйти отсюда и войти сюда. А как это сделать, вот если человек хочет изменить себя? Он должен сам захотеть изменить себя, только сам. Наркозависимость — это только сознание человека изменить свою жизнь, и никакие там препараты химические, ничего, только мозг, сила воли, да, окружение очень сильно влияет на тебя, но если у тебя не такое окружение, надо искать то, которое тебя поддержит, либо уходи в лес, в природу. Единение с природой, почему отшельники, да, там становились святыми людьми? Потому что они уходили до того, чтобы войти в медитацию, а медитация — это что? Это диалог внутри тебя. То есть ты входишь в себя, и фактически у тебя идет внутренний диалог. Люди, которые постоянно работают над своим саморазвитием, у них нет понятия одиночества. Для них понятие одиночества — это супер, потому что одиночество — это не страх. Одиночество — это диалог с самим собой. Я обожаю этот диалог. Я так люблю, если еще при этом я создаю определенный антураж, музыка, свечи, огонь, вода. Я настолько самодостаточна сама, я не хожу со свитой. Вот сразу видно человека, у которого куча комплексов, он окружает себя свитой, он покупает эту свиту, он не может один. Я настолько комфортно чувствую себя одна. Я не боюсь оставаться одна в доме, и я не боюсь ничего, что ко мне кто-то влезет. У меня таких мыслей не приходят в голову. Я всегда считаю, что мой дом меня любит и защитит. Знаю еще, в твоем бриллианте, в твоей многогранной личности есть как направление тренинги и обучения. Ты пытаешься помочь, то, что ты осознала сама, ты пытаешься помочь другим людям. Какие основные твои направления? То есть это отношения? Я читаю мастер-классы по ресторанам и бизнесу. Езжу, вот недавно я повернулась из Молдовы, и в Кишиневе я была, в Ровно была. Ну, я очень много путешествую по Украине и в СНГ. В Москве я выступала тоже на форуме. Вторая часть, это... Она, кстати, очень востребована несколько лет уже. Это называется она «Жизнь со вкусом». Это вот как раз от тех восьми секторов жизни, которые должны присутствовать у каждого человека, над которыми нужно работать. Ну, это такой некий круг. Да-да. Могу быстро совершенно сказать. Восемь сфер жизни человека. Это внешняя его оболочка, то, как мы транслируем себя миру. Внутреннее — это здоровье. Третье — наличие пары рядом, мужчина-женщина. Производные от пары — дети. Работа — это социум. Профессионализм в работе. Профессионализм имеет в виду и обучение в том числе. То есть мы постоянно образовываемся всю свою жизнь в профессии, в жизненных каких-то, да, потому что вот это составляющая. Учиться, учиться и учиться — Ленин был прав. Дальше у нас идет благотворительность. И последнее — это хобби и таланты. То, что человек должен в себе развивать. Он должен вскрывать свои недра, узнавать себя, потому что в нас столько заложено и нет предела совершенства. Мы свой ресурс до конца не знаем. И вот наша задача — всю свою жизнь искать в себе этот ресурс, открывать в себе новые какие-то грани. И тогда вот если это сложить в круг и над каждым этим сектором работать каждый день, уделять внимание детям, думать над ними, уделять внимание любимому человеку, не забывать про себя в первую очередь, как я выгляжу, каково мое здоровье. Здоровье, например, зависит от наших мыслей, деяний, поступков. Работа, какой я в социуме, насколько я профессионален в этом, потому что когда мы чем-то занимаемся, мы должны достигать совершенства, мы должны стремиться к знаниям, которые сделают нас лучше в этой области. Благотворительность — это то, о чем мы с тобой говорили. Десятина. Ну и таланты, я уже сказала. Рисовать. Я вот сейчас начала рисовать, между прочим. Да. Вот что это дает тебе? Боже! Так это же дает энергию. Это дает, во-первых, когда ты рисуешь, ты сконцентрируешься. Это своего рода творческая медитация. Потому что, когда ты рисуешь, ты ни о чем не думаешь, ты отключаешься. А нам очень важно. Медитация для чего нужна? Чтобы отключиться. Вот дать, так сказать, воздуха. А потом у тебя все решения придут очень спокойно. То есть нужно дать возможность уйти от каких-то вещей, которые тебе кажутся нерешенными задачами, но в творчество позволяет тебе решить эти задачи, но с творческим подходом. Почему я считаю, в условиях кризиса людям очень важно развивать свое творческое начало? Потому что именно в кризисах креатив, творчество позволяет вырулить, маневрировать. А закостенелые такие солдафоны, ну, они вот так и бьются в стенку, пока голову не разобьют. А творческий человек, он гибкий. Ну, не получилось, хорошо. Мы сейчас вот другим путем пойдем, да. А мы решим эту задачку теперь вот так. Вот Брэнсон, пожалуйста, вам, да? Вирджин компания. Человек вообще не боится терять деньги, не работает бизнес, закрыли его, ничего страшного, сейчас мы новое откроем. Да, там, взаимодействует, путешествует по миру, знает в лицо своих работников, да, там, вообще нестандартно. И вот такое будущее за такими бизнесменами именно, которые не боятся терять, но при этом идут дальше, потому что считают, что после неудачи всегда приходит успех. Главное, чтобы ты понял, а не держался за это там, да. Вот. И третье то, чем я делюсь, это, конечно же, навыки в развитии социальных проектов благотворительных, потому что я вхожу, я являюсь председателем национального комитета благотворительная Украина, я являюсь членом ассоциации благотворителей, и поэтому весь мой опыт в благотворительных аукционах, в мероприятиях, в создании проектов, как правильно они должны рождаться. Вот. Поэтому у меня еще появилось такое понятие, кто Маргарита Сечкарь. Маргарита Сечкарь – социальный имиджмейкер. То есть тот человек, который создает социальный проект под первых лиц. Вот приходит человек, но он, нет у него такого опыта, как у Маргариты Сечкарь, но он очень хочет что-то сделать красивое, и он привык не тратить деньги в пустую, он хочет тратить их на качественные вещи, поэтому он заказывает качественный социальный проект, чтобы он жил. Не для себя, для пиара, пиар все равно придет. Когда человек, как вот мне говорят, Сечкарь пиарится. Поверьте, люди, я просто делаю, понятное дело, что прессе надо о чем-то писать. И если я живой, интересный человек, я не мыслю шаблона и не думаю, что мне такого сказать, чтобы никого не обидеть. И самое главное, чтобы быть умной. Вот такая, какая есть, такая я и есть. Понимаете? Не быть, а оказаться, как правило. Просто быть. Просто быть. Органичный, искренний. А тебе по-любому быть. И чем привлекательно лично для меня и для большинства своих поклонников, то, что это есть настоящее. А большинство людей, они пытаются не быть, оказаться. Проблема общества. Вот это проблема. Вот это проблема общества. Потому что она самая первая, с чем нужно бороться. Выключите телевизор вообще. Не смотрите телевизор. Телевизор, это же реально зомбирование, 25-й кадр, да? Стандарты, шаблоны, стереотипы. Вот оно все. Да, там. И ужасы, ужасы, страшные ужасы, там все плохо, да? Я считаю, что если сейчас кто-нибудь откроет канал, кстати, ваш канал, ваш канал будет большой-большой будущее. Знаете почему? Люди устали от ужасов и страха. Люди хотят видеть позитивный канал. Включил и жить хочется. Как редниковой воды напился. Роса. Это самая чистая водичка, которая возникает при восходе солнца, да? И люди, которые живут в лесу, пьют эту росу, да? Она спасала многим жизнь. Роса. Это очень классное название. У вас будет хорошее-большое будущее. Я вам вот просто, потому что бабка моя народная целительница, могу сказать, что у вас большое будущее. Вы держитесь, я на вашей стороне. Спасибо. Мы на самом деле, у нас на многие моменты именно мысли сходятся. Мы тоже понимаем, что надо нести добро, и только поэтому мы будем делать это искренне. не будем казаться тоже, косить под кого-то, потому что мы знаем, люди, которые играют чужие роли, они не могут быть счастливыми. А восточная философия, она говорит вообще, если человек не делает добра, он не может быть счастливым по определению. То есть это не будет, он может быть успешным, он может быть богатым, он может быть влиятельным, но он не будет счастливым. И на самом деле, вот я тебе признателен, что ты вот тот человек, благодаря которому большое количество людей может проявить свое качество милосердия, которым ты напоминаешь об этом, которое просто, их сознание покрыто пылью повседневной жизни и не дает раскрыться. А что бы ты пожелала людям, которые, ну, вообще для того, чтобы сделать свою жизнь более красочной, более гармоничной, чтобы счастливой. Чтобы я им пожелала? Да, чтобы. Ну, первое, с чего нужно начать, нужно просто найти время остаться наедине с самим собой, взять листик бумажки и написать, кто я, честно, открыто, без прикрас. Описать все свои страхи, чего я боюсь. Вот просто вы один, вас никто не подсматривает, вы эту бумажку потом порвете, сожгете, там, выкинете, да, и никто не узнает. Но вам важно честно признаться перед собой, не казаться для общества, да, а просто написать, я трус, там, я боюсь того-то, того-то. Ну, если желательно подробно расписать, да, чего я в жизни боюсь, кто я человек, какие грехи там, какие злобные дела я совершил, за которые мне действительно стыдно, да, то есть он должен просто увидеть себя, вот так развернуть себя, вот так, посадить напротив и увидеть. Оскар Двальд, прекрасное произведение, помните портрет, когда там червячки вылазили, вот нужно просто развернуть, да, портрет будет нелицеприят, червяки будут кишать там, да, ужасный портрет, но главное его увидеть. Никогда не поздно покаяться, если ты в этом портрете видишь людей, которым ты в жизни принес горе, которых ты обманул, которых ты попользовал, предал. Нужно выписать этих людей в список, и первым делом, вообще высший пилотаж, это когда ты лично встречаешься с этим человеком, не важно, как человек отреагирует, важно, чтобы ты искренне покаялся, пришел и сказал, прости, мне сцитно за то, что я сделал тогда. Это не говорит ни о чем, я не прошу там тебя вернуться, стать моим опять другом, я просто прошу, прости меня за то, я искренне очень об этом сожалею. Вы знаете, я встречала в жизни таких людей, он был в вашей программе, я даже видела у вас там его, вы знаете, мне было приятно, что он участвовал в одном благотворительном аукционе, и я не просила его покупать, он купил, но деньги мне не отдал, он все время мне придумывал что-то, я ему сказала, а зачем ты покупал, ну я же тебя не просила, ты сам взял, купил, да, ты попросила, сейчас у меня сложная ситуация, да я там через полгода, через полгода прошло, нет, потом я позвонила, он начал предъявлять мне претензии, я сказала, окей, забыли, я вычеркнула человека из своей жизни, и мы попадаем на одно мероприятие, он сидит со мной за столом, а мне было интересно, вот как он отреагирует, он подошел и сказал, прости меня, я за то поплатился, у меня забрали там вот это, вот это, вот это, то есть цена ровно в сто раз больше, чем ту сумму, которую он должен был отдать, но он не сделал второго шага, но если ты покаялся, до конца дойди, ты же эти деньги не отдал, а эти деньги не мне, это на благотворительность, возьми и скажи, Рит, вот куда мне, что мне надо сделать, я готов эти деньги, и тогда это, это тогда финальная точка, потому что если ты делаешь полушаг, шаг вперед и два шага назад, типа я же покаялся, я сказала, прости, подождите секундочку, здесь должно быть все, и вот это важно, потому что полумер не бывает. Маргарита, с тобой можно разговаривать днями, и все больше тебя узнавать, в начале я тоже не сомневаюсь, я хочу просто тебе сказать, что в лице нашего канала ты видишь союзника, и можешь всячески на нас рассчитывать, и сказать, что ты настоящий герой нашего времени, который и делает, и думает, и поступает, и учит других всему тому, что делает наш мир лучше. Спасибо тебе за это, и у нас сегодня в гостях была Маргарита Чистичкарь, человек с большой буквы, благотворитель, ну и все-все-все самое хорошее. По моему твердому убеждению, человек, пришедший оттуда для того, чтобы научить нас, как надо любить, терпеть и помогать. Спасибо. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok